Отец, мы прославляем и благодарим Тебя. Мы так рады Твоему Слову. Спасибо Тебе, что Ты послал этого человека к нам сегодня, чтобы благословлять и назидать нас, и укреплять наши сердца. Мы благодарим Тебя за Него. Мы благодарим Тебя за Тебя и Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Я едва сдерживаюсь. Это выглядит так хорошо. Это должно быть благословением. Это благословение. Хочешь одно? Нет, спасибо. Ты хочешь? Нет. Нет, это испортит тебе аппетит. Лучше не надо. Аминь. Билл, мы собираемся говорить о благословении Авраама, верно? Это абсолютно изменило все мое представление о жизни. И только спустя пять лет после того, как я родился свыше... Нет, пять с половиной. Я узнал об этом. В один день я был наследником А.W. Коплэнда, хорошего человека и христианина. Просто замечательного отца, который был процветающим человеком. На следующий день я понял, что являюсь наследником Авраама. Это изменило все мое представление о жизни. И я начал изучение длиною в жизнь, отслеживая это, чтобы увидеть, что это такое. Это благословение Авраама. И это очень обрадовало меня, когда ты сказал мне, что именно об этом Господь повел тебя проповедовать. Потому что это идет в ногу с проповедью о Царстве Божьем и так далее. Они связаны между собой в этом. Я собираюсь попросить тебя вот о чем. Как Господь будет вести тебя в согласии с Его волей? Просто направляй нас. Веди нас через всю эту тему, потому что это наше наследство. Это принадлежит нам. Это уже наше через Иисуса. И поэтому просто веди нас всю эту тему и давай узнаем об этом благословении. Обратимся к корням этого и узнаем, что оно собой представляет. Знаешь, брат Коупленд, если мы ухватимся за это откровение о благословении Авраама, оно само приведет нас на такой уровень действия, который мы никогда не видели раньше. Любой, кто ухватывается за это откровение, занимает ведущее положение в жизни. Такие люди автоматически будут подниматься вверх. И это благодаря силе самого благословения? Абсолютно верно. Это просто всплыло в моем разуме. Ты служил какое-то время в армии. Да. И ты понимаешь военные порядки и так далее. Допустим, вот молодой человек, 37 или 38 лет, и он входит в помещение, в котором полно военных людей. Никто там его не знает. Ни у кого нет ни малейшего представления о том, кто он такой. И он входит в дверь. И у него на руке две полоски. Он в звании капрала. Он входит, все оглядываются, но никто не обращает на него внимания. Они все возвращаются к своим делам. Почему они не обратили на него внимания? Они не знают его. Он может быть замечательным молодым человеком. Они посмотрели на его нашивки. Им неинтересно то, что он может сказать, если только они не в полевых условиях. Абсолютно верно. Если только вы не в его отряде, он поставлен над вами. Но выведите его из комнаты. И просто смените его одежду. Я имею в виду, вам не нужно его учить ничему другому. Ему не нужно ничего дополнительно знать. Ему не нужно менять прическу. Ему не нужно ничего делать. Просто смените его одежду и наденьте на него мундир, на котором пара генеральских звезд. Или что-то вроде того. И как только он входит в дверь, то все в этой комнате вскакивают и вытягиваются по струнке. Верно? Абсолютно верно. Они ничего о нем не знают. Они не знают его имени. Но что-то изменилось в жизни этого человека? Да, конечно. Я говорю о том, что это благословение приходит на вас. И когда оно приходит на вас, оно совершит работу. Верно? Боже мой, оно само совершит работу. Знаешь, невозможно вступить с кем-то в завет, не оказавшись там же, где и человек, с которым ты вступил в завет. Когда это благословение, когда у вас есть откровение о нем, оно приводит вас туда, где оно находится. Что-то происходит с вами. Оно поднимает вас на другой уровень действия. Я встречаюсь с людьми, которые ухватились за это послание о благословении Авраама, и оно само подняло их на самую вершину в их профессии. Они ничего не делали просто своими силами. И они не обязательно были проповедниками. Благословение сделает то же самое со служением, с церковью. Что бы это ни было. Да. Это благословение Авраама. И мы также хотим поговорить об изменении образа внутри вас, о развитии образа процветания, настоящего процветания, соответствующего Божьему процветанию. Развитие этого правильного образа, потому что вы на самом деле такой, какой вы внутри. Другими словами, то, что написано внутри, проявляется снаружи. Поэтому я говорю людям постоянно, просто приходите ко мне, и когда я буду учить вас, я буду стараться изменить ваше внутреннее состояние, потому что если я смогу изменить вас внутри, тогда вы изменитесь снаружи. Особенно если приходит правильное окружение, правильное давление и так далее. Если у вас есть пластиковая бутылка, например, кетчуп, или что-то подобное, и вы сжимаете ее, то наружу выходит кетчуп. Он выходит, потому что внутри не было ничего, кроме кетчупа. И то же самое происходит с вами и со мной. Так случилось, когда израильтяне вышли из Египта и шли через пустыню. К ним пришло давление. Когда Моисей взошел на ту гору на 40 дней, и наружу из них вышло то, что было внутри. Золотой телец, понимаете? Да. Да, это попало внутрь них, благодаря Египту. Это было внутри задолго до того, как они оказались внутри. Абсолютно верно. И Моисей находился в присутствии Божьем. У него было совершенно другое представление о том, что происходило, чем у них. Да. Но вышло из них именно то, что было внутри. То, что вышло из них. И это произойдет с каждым. Поэтому, если я смогу изменить образ внутри, если мы сможем углубиться внутрь, вложить внутрь достаточно описаний, чтобы изменить этот внутренний образ, то, когда придет давление, наружу выйдет то, что внутри, то есть Божий образ процветания в нашей жизни. И это изменит ситуацию и обстоятельства. Иисус сказал, что от избытка вашего сердца, говорят, ваши уста. То, что исходит из твоих уст, Билл Уинстон, это то, что произойдет, особенно под давлением. Да. Верно. Например, как бутылка с кетчупом. На вас давит. И то, что выходит из горлышка, и произойдет. Знаешь, мы верили Богу об этом здании супермаркета, в котором сегодня размещается церковь, и я пошел в парикмахерскую. Одна вещь, которую я не советую людям делать, когда они действительно верят Богу о чем-то, это ходить в парикмахерскую или салон красоты. Или в кафе. Держитесь от них подальше. Там больше неверия, чем вы можете себе представить. Ты же знаешь, что такое кафе, верно? Боже мой. Это место, где все ничего не делаете, или собираются вместе и соглашаются, что им нечего делать. Вы просто не захотите быть там, вот и все. И вот, что произошло. Они услышали, что мы собираемся купить это здание супермаркета. Преподобный, мы слышали, что вы собираетесь купить этот супермаркет. И они подмигивали друг к другу. Я ничего не ответил. Что скажете, преподобный? Я исповедовал. Я верю, что я принял его. Понимаете, что я имею в виду? Я сказал себе, если я скажу, что верю, что получаю его перед этими людьми, что они скажут? Я сказал, мы верим, что оно у нас есть. Есть? Я думал, что вы собираетесь купить его. Я сказал, мы собираемся его купить. Но вы же только что сказали, что оно уже у вас есть. Они просто набросились на меня. Я был так рад, когда закончил стричься и смог уйти оттуда. Я не знал, что и делать. Но нам нужно было привести в соответствие то, что было снаружи, с тем, что было внутри. И нам нужно было сначала изменить это внутри, чтобы мы могли иметь силу, дунамис, о которой мы говорили, чтобы мы могли принести внешние изменения. И скажу вам, это принесло изменения. То же самое и с благословением Авраама. Оно принесло изменения в мою жизнь. И каждый человек, которого я учу об этом, это приносит изменения в их жизнь. И они никогда еще в своей жизни такого не видели. Я хочу начать с третьей главы послания к Галатам. Давайте откроем и начнем сейчас. Давайте сделаем это. Господь, спасибо тебе за твое слово. Слава Богу. Это пишет апостол Павел. Есть много людей, которые уже читали это раньше. 13 и 14 стихи. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещание Духа верою». Он не сказал здесь «благословение». Он сказал «благословение». Он сказал «благословение». Он не сказал здесь «благословение». Он сказал «благословение», и это не опечатка. Нет, не опечатка. Это именно то, что он имел в виду. Материальное внутри благословения. Да, благословение, я внутри этого благословения. Однажды я слышал, как брат Крефла Доллар рассказывал о проклятии. Если мы посмотрим на проклятие, и как оно действует в чьей-то жизни, он приводил пример женщину, которая переехала жить к сестре, и через три недели дом ее сестры сгорел, и она переехала жить к двоюродной сестре. По-моему, его звали Лакреция. Да, Лакита. Это был дом Лакиты. Крефла никогда от этого не избавится. Ему будут вспоминать эту Лакиту всю его жизнь. И через две недели и ее дом сгорел. Затем она переехала жить к своему дяде Лерою. Две недели спустя его дом сгорел. Если она захочет переехать жить к тебе или ко мне, я не могу. В жизни Лакиты что-то есть. Понимаете, на ее жизни есть проклятие. Да. Точно так же и с благословением. Когда благословение есть на каком-то человеке, и он приходит в определенную окружающую среду, эта среда будет изменяться. Это соответствует Писанию, от бытия до откровения. Да. Это будет меняться. И это то, что мы увидели во всей местности. Мы живем в местности, которая называется Форест Парк. Когда мы переехали туда, то весь городок испытывал трудности. Городской совет и все остальные испытывали трудности. Там не было новых домов, ничего. Мы приехали туда с благословением на нашей жизни. Мы купили здание супермаркета, который был мертв, и въехали в него. Все из него выехали. Вы бы увидели его сейчас. Это жизнь. Я видел его. Процветание, говорю вам. Этот супермаркет чудесен. Они переделали весь фасад. Это большой супермаркет. Не просто такой маленький магазинчик. Это огромный мол. Какого он размера? Он занимает несколько кварталов. Кварталы, большая площадь. Около 8 или 10 кварталов. Церковь располагается за ним. Это просто чудесное место. И когда я впервые там был, этот супермаркет выглядел потрепанным. Да, верно. Он был разваленный. Да. Вам нужно увидеть его сейчас. Он абсолютно красив. Когда вы подъезжаете туда, то увидите, что оно светлое. Оно поднимает вам настроение. На всем нем есть Божье помазание. На всем, что там есть. И в один магазин из большой сети магазинов, которые располагаются там, недавно послали своих специалистов, чтобы узнать, почему их филиал в этом месте работает так хорошо. Благословение есть на том месте. Потому что оно есть на людях там. Понимаете? Конечно. Весь городок изменился. Раньше вы могли купить дом, любую недвижимость там, за 130 тысяч долларов или за 120 тысяч. Теперь они продают квартиры по 400 тысяч. Все цены поднялись. Теперь люди просто ищут возможность купить там недвижимость. Вот что сделает благословение. И то, что происходит даже с нами, проповедниками, Бог посылает нас куда-нибудь, и Он не посылает нас туда, где все уже построено. Он посылает нас туда, где благословение может проявиться. И иногда нам нужна эта пустота, чтобы запустить благословение в действие. И это то, что произошло с Исааком. Бог сказал, Исаак, не ходи в Египет, оставайся прямо здесь. Где голод? Там, где голод. И я включу благословение. Да. Благословение остановит голод. Когда они объявили войну нищете в Соединенных Штатах, при президенте Джонсоне в 70-е годы, в 60-е и 70-е годы, война с нищетой, и она едва ли что-то сделала, потому что нищета это не финансовая проблема, это духовная проблема. И вы можете прийти и вкладывать деньги в этот супермаркет, и покрасить его, чтобы он красиво выглядел, и все такое. Но если там есть дух нищеты, то он недолго будет выглядеть красиво. Он вернется назад к тому состоянию, в каком был до этого. Вы можете вкладывать какие угодно деньги в это, но никто не захочет туда приезжать, и это предприятие потерпит неудачу. Брат Коплин, два разных человека, занимавшихся развитием бизнеса, пытались заставить его работать. Его дважды перепродавали. Я не знал об этом. Мы с Глорией проезжали мимо него, мы ехали очень медленно. Мы разглядывали все эти красивые магазины. Глория сказала, знаешь, в этом месте есть что-то особенное. Я сказал, да, на нем есть мир Божий, верно? Она сказала, ты знаешь, так и есть. Она сказала, оно приносит ощущение легкости и веселья, и просто хочется зайти в него и покупать. Именно об этом мы и говорим, верно? Это благословение. Благословение было на нем. Боже мой. Это сделает то же самое с вашим домом. Это сделает то же самое с вашим домом. Это сделает то же самое. Если мы пойдем в некоторые районы города, которые не очень благополучны, мы пойдем туда с благословением на нашей жизни, пойдем в школьную систему, пойдем в мир бизнеса, в любое место, не имеет значения, с благословением Авраама. В книге Бытия, нет, в 28 главе Второзакония перечислены некоторые благословения, но мы говорим о том, что охватывает все. Об этом благословении, этом помазании. И все это находится под ним. Но нам нужно узнать, чем является благословение Авраама. Да. Потому что, когда вы входите в откровение о нем, оно поднимет вас туда, где вы должны быть. Слава Богу. Боже мой. И у каждого рожденного свыше Божьего чада это есть. Да, совершенно верно. Но без знания о нем оно может работать ограниченно. Верно. И оно так и работает. Да. Но сатана старается изо всех сил, чтобы все оставались мирскими. Держите всю свою религию в своей маленькой церкви и просто не раскрывайте рот, когда приходите в супермаркет. Мы уж точно не хотим, чтобы церковь владела супермаркетом, мы не хотим, чтобы церковь принадлежала школа, мы не хотим, чтобы церковь владела бизнесом, мы не хотим, чтобы церковь владела хоть чем-то. Дьявол пытается удержать это благословение в стороне, чтобы оно не могло контролировать все. Оно не может контролировать благословение. Это царство Божие, брат. Оно не может это контролировать. Верно? Это помазание для того, чтобы унаследовать все, чем владеют нечестивые. Да, верно. Это верно. Да. И все нации на этой земле, а таких было очень немного, которые позволили этому действовать, процветали. Просто благословение Божье на этом. Но когда они стали мирскими, все вернулось и скатилось вниз. Вся разница в благословении. И у нас есть это благословение на нашей жизни. Тело Христово имеет это благословение на своей жизни. И нам нужно открыть это, а затем позволить Святому Духу вести нас в такую среду, которая может включить это благословение. Понимаете? Да. Билл, в эти последние минуты нашей передачи, которые у нас есть, вам действительно нужно понять следующее. Вы не зарабатываете это. Нет ничего, что вы могли бы сделать, чтобы это получить. Это наследуется по обетованию. Это обещано каждому человеку на этой земле, который примет Иисуса как своего Господа и Спасителя. «Если вы принадлежите Христу, тогда вы семя Авраамова и наследники согласно обетованию. И когда вы делаете это, когда вы делаете Его Господом в вашей жизни, вы получаете в наследство благословение. Это внутри вас в форме семени. Это внутри вас в форме Святого Духа. Это внутри вас. Царство Божье внутри вас, как сказал Иисус. Оно внутри, и оно живо. И когда оно поливается омовением Слова Божьего, и выражается, и исповедуется, когда в это верят и действует на основании этого, оно будет расти. И когда это растет, весь ад не сможет удержать власть небеса благословения от того, чтобы оно пришло в жизнь человека». Да. И это заставит вас говорить, как в истории с тем маленьким мальчиком, который родился и никогда не говорил, не сказал ни слова. Они не знали, что с ним не так. Ему исполнилось три года, три с половиной, четыре года, он так и не заговорил. Однажды утром ему поджарили яичницу. Он ее съел. Эта яичница остыла. Они обернулись. «Джонни, ты можешь говорить?» «Да, я могу говорить». «Так почему же ты до сих пор ничего не говорил?» «Ну, до сих пор все было в порядке, но эта яичница остыла». Он наконец решил заговорить, верно? Они заговорят, когда услышат. Когда ты начинаешь говорить? Да. Результатом всегда станет рост. Боже мой, да. И это возрастает и становится больше. И 28 глава второзакония говорит об этом благословении Авраама. Там сказано, что эти благословения придут на вас и накроют вас с головой в городе, на поле, при входе и при выходе. И там говорится о финансовом благословении. Там говорится о благословении вашего здоровья. Там говорится о благословении вашей семьи. Говорится о каждом благословении, которое есть на небесах. Вот о чем говорит вся Библия. Это здорово. Вот в чем все дело. Речь о благословении Авраама. Бог заключил завет с человеком. Да. И об этом рассказывается от начала и до книги Откровения. Даже в картах. Потому что вы можете проследить благословение по всем этим странам. Я имею в виду, вот в чем все дело, верно? Это то, за что кровь заплатила цену на кресте. Это было для того, чтобы Иисус, я хочу сказать в эти последние секунды, мы собираемся проследить это. И мы собираемся доказать это. Каждое чудо, которое Иисус совершил, все, что Он сказал, все, что было выражено в сфере чудес, все это было благословением Авраама в действии. Благословением Авраама. Да. Аллилуйя. Да. Вот что это было, верно? Слава Богу, да. Ну, я думал, что это были чудеса с небес. А как вы думаете, о чем мы говорим? Это и есть чудо с небес. Благословение Авраама было чудом с небес, и это было наследством Кровного Завета, которое Бог дал этому человеку. И оно текло от него прямо к Аврааму, Исааку, Иакову, Иосифу, Иисусу, Павлу, Иоанну, Иакову, и всем остальным до сего момента. И оно принадлежит вам. И мы вернемся через минуту. Да. Давайте сегодня откроем в наших Библиях третью главу послания к Галатам. Если у вас есть Библия, открывайте ее вместе с нами, потому что вы захотите читать и отмечать это в своей собственной Библии. Третья глава, и мы прочитаем 14 стих. Христос, помазанный. Однако в этом месте слово «Христос» конкретно указывает на помазание Иисуса. И вы не можете ссылаться на Его помазание, не ссылаясь на Него. Вы не можете ссылаться на Него, не ссылаясь на Его помазание. Поэтому слово «Христос» в большинстве мест Писания одинаково ссылается и на то, и на другое. Но есть некоторые из них, в которых ударение делается на одну или другую сторону. И это как раз одно из них. Давайте прочитаем это так, и вы поймете, о чем я говорю. «Помазанный и Его помазание искупили нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую». Послушайте. «Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса, через помазанного и через Его помазание распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Или же можно сказать так, чтобы мы могли получить то, что Дух пообещал Аврааму через веру. Конечно же, Сам Дух был обещан в этом обетовании. Это было одно из обетований, но это не единственное обетование, это все обетования Божьи. Все это в этом благословении. Есть одна вещь, Билл. Давай прочитаем об этом, а затем я бы хотел, чтобы ты принялся за это, потому что мы будем отслеживать это от начала до конца. Давай посмотрим дальше. 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени Его». Не сказано и «потомкам». «Потомкам». И об этом говорит Кейт. Кейт Мур. «Потомкам». Множественное число. Не сказано и «потомкам». Множественное число. Как бы о многих, но как об одном. Одном семени. «И семени Твоему, которая есть Христос, которая есть помазанный Иисус». Да. Когда вы уделяете время тому, чтобы прочитать все это, тогда вы начинаете понимать, что когда Бог обращался к Аврааму, Он обращался к Иисусу. На это есть причина. Да. Давайте я прочитаю это еще раз. «Не сказано и «потомкам», как бы о многих». Множественное число. «Но как об одном. И семени Твоему, которая есть Христос». Теперь 29 стих. Давайте прочитаем с 28 стиха. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, а также ни черного, ни белого, ни красного». Это не имеет значения. Нет мужеского пола, ни женского, это не важно, это не имеет значения. Нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Немножественное. Одно семя. Вы настолько же единственны в этом обетовании, как и Иисус. Бог обращается непосредственно к вам и ко мне. Не как к группе. Мы одно во Христе. То вы семя Авраамова. Единственное число. И по обетованию наследники. Я готов. Скачите бегать, брат. Говорю тебе. Боже мой. Прямые наследники. Сонаследники с Христом. Не косвенные наследники. Сонаследники с Христом Иисусом. Билл, ответь мне. Разве это началось не с Адама? Это началось в Эдемском саду, в жизни Адама. Это благословение и помазание были на жизни Адама. Чтобы умножаться и наполнять всю землю. Оно было настолько велико, что распространило бы Эдемский сад по всей земле. Верно? Абсолютно верно. Все это было в том человеке. Это то, что он хотел с этим сделать. Адам все испортил, потому что нарушил заповедь Божью. Тогда земля перешла в руки врага. И он передает все имущество земли в руки людей, которые находятся под его контролем. Но вот Бог призывает человека по имени Аврам. Почему бы нам не открыть это и не посмотреть на это? Слава Богу. Это 12 глава книги Батия. В этом благословении была воля Божья. И это благословение было настолько сильным, что оно благословило бы всю землю, дало бы процветание всей земле. Бог не поменял свой план только потому, что Адам поменял свой. Верно. Он собирается принести это сюда. Выполнить это. Бог это Бог веры, знаешь. Да. И Он никогда не сдается благодаря не Богу. Он сказал, и сказал Господь Авраму, это 12 глава книги Батия, первый стих, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Он говорит ему уйти куда-то. Но Он еще не сказал ему, куда он пойдет. Он не дал ему карту или путеводитель. Он сказал ему, «Следуй за мной». Иногда нам не нравится делать это, потому что мы хотим, чтобы все было разъяснено до того, как мы пойдем. Но Он собирался взять этого человека и показать ему, как строить. И построить такие взаимоотношения с Ним, которые Адам, точнее Авраам, даже не думал, что они возможны. Я вижу кое-что здесь, Билл. Богу нужно было вывести его. Да, Он сделал это. Ему пришлось изменить его восприятие. Да. Ему пришлось изменить его образ мышления. Ему пришлось изменить то, что было внутри него, то, как он был воспитан. Да. Они ведь поклонялись Луне. Да. Что Луна может сделать для вас? Ему пришлось вывести его оттуда и поместить в какое-то другое место, где он мог изменить весь его образ мышления. Иногда, знаете, на военной службе им приходилось отправлять нас на базу. И мы не могли уйти с базы во время базовой подготовки. Мы не могли отсутствовать там шесть недель. Понимаете? Да. Но они делали это для того, чтобы изменить все в вашей жизни. Изменить ваш разум. Изменить ваш разум. Изменить то, как вы думаете, то, как вы едите, как вы ходите, как вы распоряжаетесь временем. Все в вашей жизни. И это то, что Бог сделал с Авраамом. Он собирался вывести его из мирской системы и ввести в систему царства. И теперь он говорит, «Выходи отсюда и следуй за мной. Я покажу тебе кое-что». И Авраам, в Библии сказано, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена, или семьи земные». Вот оно. Это то, что он сказал и Адаму. То же самое. Поэтому это было всемирное... Благословение. Помазание. Помазание. Да, верно. Это огромное. Это вот здесь. Это огромное. Прямо здесь. Теперь ему нужно было выйти оттуда, и когда Бог сказал ему это, он сказал ему. Это в расширенном переводе. Он сказал, «Я произведу от тебя великую нацию, и благословлю тебя изобильным ростом благоволений, и сделаю твое имя известным и выдающимся, и ты будешь благословением, раздавая благо другим». Вот кем вы станете. Это второй стих. Вы не сможете что-то раздавать, если у вас этого нет. Если у вас этого нет. И он не сказал ему, «Абраам, вот что я хочу, чтобы ты делал. Я хочу, чтобы ты усердно работал. Да. Я хочу, чтобы ты пошел и разбогател. А затем вернулся и встретился со мной. А когда ты вернешься и встретишься со мной, «Ну, тогда я покажу тебе, как стать всемирно известным». Нет, нет. Он не сказал, «Иди, стань всемирно известным, а затем возвращайся». Он возложил это благословение на него. Боже мой. Ну, Билл. Абрам должен был принять это. Он должен был принять это. Это не было чем-то, что просто свалилось на него. Оно было там. Но он должен был принять это. Верно. И в четвертом стихе говорится, «И пошел Авраам». Слава Богу, мне это нравится. Я подчеркнул это. Видите, Авраам пошел. Он идет на основании слова, которое он получил от Бога. Поймите, до этого он поклонялся многим богам. Теперь же все сводится к одному Богу. Это большие изменения. Взял это слово и ушел из города. О, Господь. Мы сделали то же самое. Вы сделали то же самое. Конечно, то же самое. Бог поднял вас и сказал, «Выходите оттуда». Он так и сделал. Я хочу прийти и взять... Когда он вел нас из Миннеаполиса в Чикаго, я не знал, куда я направлялся. Я только следовал за ним. У меня не было карты. Он не написал мне подробный план. Он не говорил мне, что у него в планах для нас был тот супермаркет. Он не говорил мне о школе. Он не говорил мне ничего. Он сказал мне, «Следуй за мной». Я взял семью, и мы последовали за ним. И теперь посмотри, что он совершил. И он сделал то же самое в жизни Авраама. И рассматривая жизнь Авраама, мы можем видеть, что часто Бог точно так же относится и к нам, потому что он строит с нами взаимоотношения и показывает нам, как проявлять благословение, которое пребывает на нашей жизни. И так он взял это и последовал за ним. И он вышел оттуда. Но позвольте мне показать вам еще кое-что. Давайте перейдем к девятому стиху. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той. Поэтому он не остановился в той земле, в которую Бог вел его, потому что там был голод. И часто мы не останавливаемся, потому что для нас это не выглядит достаточно комфортным. Все кажется не до конца проработанным. И люди не останавливаются. Но, видите ли, требуется вера, чтобы привести в действие это помазание. Иногда мы стараемся прийти в комфортное место, где нам уже не нужно жить верой. И это опасное место. Я слышал, как ты учил об этом. И я скажу тебе, я использовал это. Это наложило отпечаток на мою жизнь. Ты сказал, что место, где вам уже не нужно жить верой, это одно из самых опасных мест, где христианин только может быть. Это убьет вас. Я никогда не забывал это. Я как-то проповедовал в одной стране, в очень бедном месте. И один из местных миссионеров сказал, «Брат Копланд, не проповедуйте это послание процветания здесь». Я спросил, почему эти люди слишком бедны? Я подумал, ну да. Держитесь подальше от больниц, с проповедью об исцелении, потому что люди там слишком больны. Знаете, держитесь подальше от мошенников, потому что они слишком испорчены, чтобы проповедовать им спасение. Скоро разум будет думать таким образом. Таким образом. Абсолютно верно. Билл. И я проповедовал там слово веры. И вы не можете проповедовать о вере, не говоря о даянии. И они морщились вот так. Они были шокированы тем, что эти люди делали, и как они давали. И прорыв произошел еще во время тех собраний. Они начали процветать. Пока еще продолжали служение. Слава Богу. Прошло всего несколько дней, но они процветали. Пока еще продолжали служение. И здесь то же самое. Вы не захотите искать такое место, где вам не нужно процветания. Да. И именно это мы склонны делать, потому что плоть хочет все удобства. Но Бог ведет нас в эти места, потому что есть кое-что, что Он хочет сделать не только в нашей жизни, но из-за того благословения, которое пребывает на наших жизнях, есть что-то, что Он хочет сделать в тех местах, куда Он нас ведет. Мне это нравится. Потому что мы должны раздавать. Это часть того, что мы собираемся делать, чтобы это было похоже на Эдемский сад. Это то, что есть в нас. И теперь Бог хочет, чтобы это вытекало из нас. Да. Слава Богу. Поэтому мы должны идти туда, куда Он ведет нас. Иногда Он приводит вас к горе, которую вы не можете ни сдвинуть, ни осилить. Он ведет вас к проблеме, которую вы не можете решить. Он ведет вас к имуществу, которое вы не можете себе позволить. Но дело в том, что на вашей жизни есть благословение. Да. Чтобы научить вас, как использовать это. Чтобы проявлять благость Божью и отобрать назад все, что дьявол украл. Выходите из лодки. Идите по воде. Да, верно. И это сверхъестественный образ жизни. Он фактически сказал Аврааму, «Я собираюсь сделать тебя богатым и знаменитым». Я постоянно говорю о том, что Иисус проповедовал об образе жизни богатых и известных. Да, Он это делал. Слава Богу. Да, Он это делал. Он проповедовал то же самое. Итак, вот Авраам выходит оттуда. Он берет с собой лота, но они идут дальше, в Египет. Они пришли в Египет, и, конечно же, Сара была с ним. И из-за того, что Сара была очень привлекательна, он сказал, «Скажи им, что ты моя сестра. Не говори им, что ты моя жена». И вот фараон забирает Сару, и затем, внезапно, через определенное событие, которое Бог совершил, через то, что произошло с фараоном, фараон узнал, что она была женой Авраама. И он отпустил их. Но, отпустив их, он дал им некоторые вещи. И именно это мы видим в первом и втором стихах 13 главы. Билл, скажи, я правильную мыслью? Благоволение. Благодаря благословению на... Аврааме. На Аврааме. Фараону приснился тот сон. И некоторые думают, что Бог говорит, «Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну тех, кто проклинает тебя». Другими словами, если кто-то ударит тебя, я ударю его в ответ. Подождите минутку, но я не хочу, чтобы кто-то меня ударил. Даже если они попытаются причинить мне вред или еще что-то, Бог остановит руку. Вы пытаетесь ударить благословение до того, как оно доберется до вас? Да, верно. И это привело к обратным результатам. Обратная сторона благословения – это проклятие. Это проклятие. Понимаете? Да. Поэтому фараону пришлось их отпустить, и затем он отпустил их. Благоволение пришло на них, и он отпустил их не с пустыми руками. И дальше в 13 главе говорится о том, как благоволение Божье начало действовать. «И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Аврам очень богат скотом и серебром и золотом». Слава Богу! Это то помазание. И помазание делает так, что благословения приходят на Аврама и охватывают его. Это помазание на нем теперь приносит ему скот, серебро и золото. Это могущественно. Это очень значительно. Лот был с ним. Если вы посмотрите дальше, в 5 стихе говорится, «И у лота, который ходил с Аврамом, также был мелкий и крупный скот и шатры». Он получил то, что перелилось через край, можно так сказать. «Но у Аврама был скот, золото и серебро». А лот вошел в это. Он следовал за Аврамом под влиянием этого благословения. Да. И люди, следующие за вами, получают часть благословения, которая переливается через край. Конечно, да. То же самое произошло и с Иосифом, когда он был продан в рабство военачальнику. Да. И благословение пришло на его имение, на его скот, на все, что у него было. На все, что у него было. И мы придем к этому, потому что мы следим за этим благословением от начала до конца. В 14 главе Бытия. Это сильно, верно? В 14 главе Бытия описывается одна из ситуаций, которая возникла из-за их объединения, потому что лот пошел и раскинул шатры до Содома. Если вы посмотрите 13 главу, я не упомянул об этом, но между пастухами лота и пастухами Авраама произошла ссора. И когда началась ссора, Авраам сказал, «Да не будет раздора между мною и тобою». И в этом есть ключ. Когда вы под влиянием этого благословения не допускаете ссору в вашу жизнь. Потому что Библия говорит, что где ссора, сварливость, там неустройство и все худое. Одна из ключевых вещей в том, что я должен слышать Бога, находясь под влиянием этого благословения. Да, да, ты должен. Поэтому я не могу позволить себе ссориться. Билл, я никогда не замечал этого момента до тех пор, пока ты не процитировал Иакова. Там неустройство и все худое. Когда между двумя этими семьями началась ссора, семья лота оказалась на грани проклятия. Они противились этому благословению. И когда та группа начала враждовать против его группы, они начали затаптывать это благословение. И Авраам сказал, «Парень, тебе лучше уйти отсюда». Потому что он так считал, верно? Да. Он отделился. Как вы знаете, лот направился в сторону Содома. С того дня началось его падение. Он начал падать с того дня. С того дня. Он начал падать с того дня. Благословение было на Аврааме, прямо там. Боже мой. Вот был бы в лучшем положении, если бы уволил всех и отдал весь свой скот и все остальное, сказал, «Дядя Авраам, я переезжаю к тебе». Забудем о тех людях. Да. Мне будет лучше здесь просто служать тебе за столом, чем если бы я оставался там. Делай это. Вот что интересно. В 14 стихе 13 главы Батия говорится, «И сказал Господь Аврааму, после того, как лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Интересен тот факт, что Господь сказал это Аврааму после того, как лот отделился, после того, как прекратилась ссора. Избавился от ссоры. Когда ссора приходит в вашу жизнь, вы не можете даже слышать Бога. Вы просто топчетесь там и пытаетесь понять, интересно, что Господь хочет, чтобы я делал. Удалите ссору. Удалите ссору. Вы активируете проклятие, обратную сторону благословения. В 28 главе Второзакония в первых 14 стихах перечислено благословение Авраама, а потом, начиная с 15 стиха, перечислено проклятие. Это обратная сторона. Я думаю, что именно поэтому Бог говорит стараться быть в мире со всеми. И Он сказал мириться с вашим соперником скорее. Слава Богу. Конечно, удалите ссору. Одно из самых опасных положений... Да. ...это когда вы обижаетесь. Аминь. Боже мой. Это незаметный разрушитель. Наше время подошло к отцу. Вы понимаете это? Я знаю, что вы понимаете. Мы вернемся через минуту. Давайте вместе поприветствуем сегодня брата Билла Уинстона в этой службе. Слава Богу. Мы говорим о благословении Авраама. О том, что Бог запланировал еще до сотворения мира. Вы знаете, все, что Богу нужно сделать, чтобы благословить или укрепить кого-то, это сказать свое слово, высвободить свою веру. Любовь, радость, мир, благость, кротость, доброту, воздержание, праведность, смелость, силу, все эти вещи в его слове. Он высвобождает это. И затем он гарантирует результаты всей силой, которая есть на небесах. Он сделал это и запланировал это. Верно? Он запланировал сделать это и создал всю эту вселенную. Затем он создал Эдемский сад. Создал его так, как хотел. Взял семена с небес и поместил в почву. Затем он создал человека, а затем создал его жену. И он сказал, это хорошо. И сказал человеку, будьте благословенны, умножайтесь, наполняйте землю. На земле бил уже очевидно было что-то, даже если не было ничего, кроме грязи. Я имею в виду, на ней что-то было. Наполняйте. Он сказал, наполняйте ее. И в Эдемском саду было достаточно силы, благодаря благословению, которое было внутри и на этом человеке. Слава Божья была на нем. Бог увенчал его своей славой. И этот Эдемский сад должен был распространяться и распространился бы по всей земле, пока все не стало бы отражением самих небес, и семья человека получала бы радость от того, что делает это. Мы можем доказать это. Когда Адам упустил это благословение, и оно стало проклятием, так как его обратной стороной всегда является проклятие. Проклятие. Оно все еще находилось там, но оно действовало в обратную сторону. Да. Это выходило из него, это было в том человеке, и распространилось по всей земле. И теперь грех пришел в мир. И Библия говорит, что смерть пришла через грех. Все на остальной части планеты несло в себе смерть. И она вышла из духа Адама, верно? Да. И был Божий план. И Бог не хотел, Он не планировал, чтобы это закончилось прямо там. Поэтому Бог просто придерживался своего плана и своей программы, пока не нашел человека, который научил бы своих детей, который заключил бы с ним Кровный Завет. И Бог сказал, «Я благословлю тебя тем же самым всемирным благословением». Благословением. Давай вернемся к третьей главе послания Галатам, потому что нам нужно включить это в то, кем мы являемся. Где он сказал? Давай снова прочитаем этот тринадцатый стиль. «Христос, помазанный и его помазание, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе». И вот почему это написано. Послушайте меня сейчас. «Дабы благословение Авраамова распространилось на язычников, на людей, которые не знают Бога, через Иисуса и его помазание, чтобы нам получить обещанного духа, или же все, что дух пообещал Аврааму, чтобы мы могли получить это верою». Пятнадцатый стих очень ясно говорит нам, что это было по завету. Да. Да, я знаю это, брат Билл, но вы можете проповедовать это там, в Чикаго, где крутятся все эти деньги. Но я живу здесь, в этом захолустье. Понимаете? И знаете, насколько здесь все бедно? Я имею в виду, все вы прекрасные ребята там, в Чикаго, работаете на прекрасных работах, а в этой долине платят не больше полутора долларов в час. Или кто-то говорит вам, «Ну, это работает, потому что вы американец». «Ну, это работает, потому что вы белый». «Ну, это работает, потому что вы евреи». Знаете, ко всему прочему, брат Билл, это предназначалось только для евреев. Это ложь из ада. Я устал слушать это, а ты? Я очень устал. Если я устал слышать это, разве вы не знаете, насколько Бог устал слушать этот мусор? Веди нас в этой сфере. Это двадцать девятый стих. Он говорит в двадцать седьмом стихе, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского». Я добавлю еще одно. Нет ни черного, ни белого. Да. «Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова». Билл, здесь сказано что-то о расе. Не иудеи, не язычнику. Сказано что-то о поле. Нет мужеского пола, ни женского. Боже мой. Сказано обо всем. Поэтому нам нужно прежде всего избавиться от такого мнения, что Бог относится к человеку таким образом. Его я благословлю, а тебя нет. Мы в том же самом завете. Я сделаю это и так далее и тому подобное. Нам нужно избавиться от этого, потому что мы пытаемся дисквалифицировать самих себя. Иногда я приезжаю к чернокожим и среди верующих, которых я говорю, бытует мнение. Ну, знаешь, мы ограничены в гражданских правах. Билл, это проклятие. Мы искуплены от проклятия. Именно об этом мы и говорим. Не заводите меня в этом. Я уже завелся. Продолжай. Понимаешь, они попытались проделать это со мной в ситуации с тем супермаркетом, и они сказали. Они не очень-то хотят, чтобы какой-то чернокожий владел этим супермаркетом. Я спросил, о ком вы говорите? Я сказал, подождите минутку, вы читали Библию? Понимаете, нам либо нужно верить Библии, либо просто отложить ее в сторону, потому что это наша истина. В Библии сказано, что Бог истинен, а всякий человек лжив. Мне все равно, что они думают о том, что они не хотят, чтобы я имел. Библия говорит, что если Бог за меня, ни один человек не может устоять против меня, и не имеет значения, кто это. Поэтому я еду в другие страны и проповедую, возможно, на Филиппинах или в Гватемале, или еще где-то. Иногда люди приходят с этим возражением. Возможно, в Африке. Ну, знаете, вы из США, а в США есть много ресурсов. Я провожу их через эти места Писания, и есть одно конкретное место Писания, которое говорит о народах. Когда я подвожу их к Нему, это помогает во всем разобраться. Давай его откроем. Это 10 глава книги Деяний. Деяние, 10 глава. Потому что в этом ключ. Библия говорит, каковы мысли в душе его, таков и он. Вилл. Понимаете? Я могу видеть еще один очень сильный элемент расизма. Это один из способов, с помощью которого дьявол пытается удержать это благословение в стороне. Он пытается доказать вам, что из-за цвета вашей кожи, из-за вашей культуры, из-за вашего прошлого, из-за той или иной вещи вы никогда не будете благословлены. Это ложь из ада. Потому что благословение пребывает на Иисусе. Если вы в Иисусе, оно должно пребывать и на вас. Я знаю человека. Я думаю, что уже делился этим раньше. Он попал в тюрьму, и там спасся. Потом вышел из тюрьмы, слушал это учение, и со временем получил работу по уборке лужайки для одной женщины, получая 4,5 доллара в час. Затем нашел лучшую работу на производстве, получая 10 долларов в час. Благословение на нем. А спустя некоторое время пришел и засвидетельствовал в церкви, что он зарабатывает в своем собственном бизнесе 30 тысяч долларов в месяц. И это при том, что у него за спиной тюремное прошлое. Не имея образования. Не имея образования. Чернокожий. Чернокожий, который не умеет ни читать, ни писать, но на нем пребывают благословения. Я не защищаю отсутствие образования. Я говорю не об этом. Я говорю, что если благословение пребывает на вас, оно преобладает над всем. Любая система мира должна склониться перед этим благословением. Если вы образованы, то оно делает ваше образование еще лучше. Если вы сильны, оно делает вас сильнее. Это просто... Если хирург делает операцию, и благословение пребывает на его жизни... О, да. Мне не нужен хирург другого плана. Мне не нужен тот, на котором проклятие. Да. Да, верно. И читая это конкретное место в Деяниях 10.34, Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Разве это не чудесно? Но в каждом народе... Боже мой! Вот оно! «Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Приятен Ему. Я посмотрел это в другом переводе. «Имеет тот же доступ к Его благословению». Вот оно. Вот оно, прямо здесь. Вот оно. Поэтому ни у кого нет отговорок. Нет отговорок. Все остальное не имеет значения. Он ведет нас в те места, которые опустошены, сожжены, проблемные места. Он ведет нас в такие места. Знаешь, Билл, люди разговаривали со мной об этом и спрашивали, «Ну, брат Копланд, если это истинно, я верю, что так и есть, что это благословение уже есть на мне, тогда как получается, что оно ни в чем не проявляется?» Позвольте мне спросить вас вот что. Давайте я просто расскажу одну реальную историю. Одна женщина была служанкой королевы Англии, проработала на нее почти всю свою жизнь. И когда та королева умерла, то оставила ей определенное наследство в своем завещании. И женщина вставила завещание в рамку и повесила на стену. Она ушла из дворца и жила в маленькой лачуге в ужасной бедности. В поздние годы своей жизни она заболела, и кто-то позвал врача, чтобы он пришел и осмотрел ее. И осматриваясь там, он увидел это завещание в рамке на стене. Он спросил, что это? Она сказала, «Королева дала мне это, я служила ей». И он снял рамку со стены и прочитал, «Что же вы делаете, живя таким образом? Это же ваше обеспечение до конца жизни. У вас есть доход, гарантированный королевским престолом. Что вы делаете, живя таким образом?» Она не знала об этом. Она не умела читать. Она никогда не читала, что написано в той бумаге. Она гордилась ей. Она знала, что это подарок от королевы. Ее награда за службу. Она повесила это на стену, но, вися на стене, эта бумага ничего не делала. Ей необходимо было обратиться за этим благословением, и когда она это сделала, скажу вам, правительство занялось этим и сказала, «Конечно же, мадам». И они обеспечили ее, но с того дня, как умерла королева, они ни разу не видели ее. Понимаете, пока она не обращалась за этим, она оставалась там же, где была. Это наследство. И эта бумага прямо вот тут. Да. Это завет и завещание. Разве это не так называется? Новый завет. Именно так он и называется. Это завещание и завет Иисуса. Это та бумага. И мы наследники. Мы санаследники. Это благословение, которое мы унаследовали. И это благословение, которое мы унаследовали. Когда это благословение пребывает на вашей жизни, Святой Дух ведет каждого из нас по пути, который запустит, который приведет нас в такое окружение, где мы сможем использовать нашу веру, которая может запустить проявление этого благословения. Поэтому ваш путь может отличаться от моего. Мой опыт может отличаться от вашего. Потому что Бог знает тот уникальный опыт, который у вас есть, или который Он хочет, чтобы вы имели, чтобы развиться до такой полноты, в которой вы должны быть. И все, что мы должны сделать, как говорит Господь, если вы послушаетесь заповеди моих, просто делайте то, что я говорю. Он сказал, все эти благословения придут на вас и исполнятся на вас, и я поставлю вас выше всех народов земли. Аллилуйя. Речь идет о расе, о поле и нации. Это все покрывает. Это все покрывает, верно? Это все покрывает. Поэтому никто не может сказать, Бог благоволит к нему. Он в этой нации. У него есть то и то. Нет, нет. Это было в прошлом. Только не после прихода Иисуса. Только не после прихода Иисуса. Мы больше не можем так говорить. Знаете, у меня меньше прав. Просто я нищий и так далее. Я говорю, далось глаз моих, если вы так говорите. Это не соответствует Библии. Я говорю о людях, которые спасены. И это те люди, которые не должны говорить такое. Знаешь, один известный человек, и если я назову его имя, то наши телезрители, которым больше 15 лет сразу догадаются, о ком идет речь. И другой человек, который знал его, и они долго не встречались, подошел к нему, сжал ему руку и спросил. «Ну, как поживаешь?» Тот ответил. «Ну, белый человек все еще побеждает». Боже мой, я имею в виду, это по-прежнему в нем. Он заработал много денег, известен по всему миру, но посмотрите, что еще находится внутри него. В своем разуме он все еще... проклят. Он все еще... Нам нужно идти дальше, и мы сможем сделать это, искореняя этот образ при помощи Слова Божьего. Да, вы должны. Иисус сказал, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Билл, я никогда не рассматривал это в такой связи, послушайте. Да. Это в 15 главе Матфея. Это небесное богатство прямо здесь. Всякое... Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Должно быть искоренено. Не срублено. Искоренено. Боже мой. Да, несомненно. Да. Вот чем мы должны заниматься, просто брать это слово. И искоренять все эти смоковницы, все эти деревья, которые не приносят ничего съедобного, не делают нам никакого добра. Это было здесь, и это была традиция, и все такое, но это ни к чему нас не вело. Куда мы попали? Посмотрите на нас. Давайте пойдем. Это время идти вперед. Знаешь, Билл. Время завоевывать народы. Я слышу это все время. Мы с тобой оба знаем, так же, как и любой другой, кто может ясно видеть, в особенности нашего с тобой возраста или старше, что произошло много изменений не только здесь, в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Да, верно. Но по-прежнему люди все еще говорят. Я знаю, что все еще есть проблемы. До тех пор, пока на земле есть дьявол, будут какие-то проблемы. Если вы будете верить этому негодяю, вы будете жить в аду все время, независимо от того, кто вы. Но когда вы начинаете верить Иисусу, вы начнете ходить в этом. И некоторые говорят, ну, они не говорят плохо о таком красивом белом тебе, как они говорят о... Правда? Скажу вам. Вам разрешат войти в большее количество церквей, чем мне. А вас недавно писали плохие книги? Книги на тему «Право сгласи и прими», понимаете? «Назови и получи». И так далее. Все это не имеет никакого отношения. Да. Потому что настанет время, если вы разовьете это благословение в вашей жизни, когда вы даже больше не будете этого слышать. Вы даже не услышите это. Вы будете слишком заняты процветанием. Вы будете слишком заняты процветанием. Это становится больше всего, что вокруг вас. Понимаете, я действительно верю, что вы можете размышлять над Словом Божьим и стать настолько большими в Слове, что не станете больше замечать проблему. О, я верю в это, Билл. Да. И единственное, что вы теперь видите, это благословение. Да. И поэтому у вас есть мир, есть спокойствие. Почему? Потому что вы смотрите на то, что люди не могут увидеть. Притчи 4.20. Сын мой, слова моим внимай. Да. И крича моим, преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто... Что? Кто нашел их. Вы должны продолжать смотреть на это слово. Вы должны продолжать провозглашать его. И здравие для всего тела его. И со временем, если Слово Божье применяется и продолжает применяться, со временем оно побеждает. Да, потому что ничто не может помешать Слову Божьему действовать. Нет ничего. Никто, кроме вас. Вы единственный, кто может остановить действие Слово Божьего. Никогда и нигде. Поэтому я говорю, что всегда есть кто-то, кому я не нравлюсь. Это не имеет никакого значения. Но мне нужно пережить это, понимаете? Знаешь, что... Со временем они тебя полюбят. Просто оставайся в этом. Они полюбят тебя со временем. Знаешь, некоторые члены нашей семьи, в особенности много лет назад, думали, что мы с Глорией сошли с ума. Знаете, съехали с катушек. Но... Казалось, что они всегда звонили нам, когда им нужен был кто-то, кто мог помолиться, потому что сумасшедший знает, как молиться. Знаете, позвоните ему. Мне все равно, что они говорят. Но когда приходит время молиться, это то, для чего я здесь. Я не обращаю на это внимания. Да. Но, конечно, вы живете так, Глория сказала однажды. Если ты живешь достаточно долго, ты становишься респектабельным. Просто продолжайте проповедовать бескомпромиссное Слово Божье, и оно перекопает. Оно проложит дорогу там, где раньше была канава. То, о чем мы проповедуем, и чем мы учим сегодня, не является религией. Нет, нет. И это идет против религии, понимаете? Потому что религия всегда ставит вас в положение, в котором вы не можете защитить себя. Я имею в виду, она принимает то, что мы вообще не должны принимать. Религия основана на страхе. Она основана на страхе, да? Это рабство. Но у Давида было что-то другое, когда он сказал, выпустите меня против этого Голиафа. Да. Я готов ему голову снести. Я иду против тебя. Верно. Во имя Господа Саваофа. И благословение совершило это. Это был не камень. Это было не меч. Это было благословение на том камне. Потому что камень, как написано в Библии, вонзился в его голову. Да. Мне попадали камнем в голову и раньше. И он набивал большую шишку на моей голове и отскакивал. Но тот камень вонзился в его голову, как ракета. Да. Это было благословение. Знаешь что, Билл? Он победил его еще до того, как бросил камень. Голиаф проклял его. И сатана всегда так делает. Разве я собака, что ты высылаешь меня против ребенка? И он высказал все, что мог. Но затем сказал Давид. И когда Давид сказал, Голиаф не смог ничего возразить. Ему не удалось сказать больше ни слова. Он умер, слушая Давида. Боже мой. Давид обратился к этому благословению завета. Он сказал, я убивал льва, я убивал медведя. А этот, вот ключ. Необрезанный. Необрезанный. Этот, не имеющий завета, филистимлянин, ничем от них не отличается. Он убил его именно в тот момент. И когда Давид обратился к благословению и проговорил к нему, то тот был мертвецом. Голиафу было бы намного лучше, если бы он просто упал на землю и сказал, о, нет, 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 я верю, что твой Бог, высший Бог, о, пожалуйста, я же умру здесь. Этот ребенок меня убьет. Но нет. Он просто стоял там, и это стоило ему жизни. И этот мир, он должен склониться перед благословением Авраама. Наше время подошло к концу. Билл Уинстон, ты использовал мое время. Разве вы не любите Божье Слово? Аллилуйя, это вдохновляет нас. Мы вернемся через минуту. Аминь. Боже мой, мы говорим о том, чтобы быть искупленными от проклятия, чтобы благословение Авраама могло прийти на язычников. Мы больше не язычники, Билл. Да, верно. Я слышал, как некоторые христиане говорят о себе, как о язычниках. Нет, мы не язычники. Нет. Язычник – это тот, кто не знает Бога. И посланник Ефесянам говорит, что вы были язычниками, но теперь во Христе Иисусе мы сонаследники с Ним. Иисус точно не язычник, знаете, и у нас есть его обетование, верно? Благословение Авраама. Благословение Авраама, это сильно. Аллилуйя. Веди нас в этом, Билл. Хорошо, давайте снова откроем третью главу послания Галатами и начнем снова с 13 стиха. «Христос, помазанный, искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Кстати, об этом сказано в 21 главе книги Второзакония, и это уже было написано. «Дабы благословение». И мы комментировали тот факт, что это слово здесь стоит в единственном числе. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Мы говорим об этом обетовании. Конечно же, мы говорим о Святом Духе, потому что Он тот, кто руководит всем этим обетованием. Но мы говорим об обетовании, которое Дух Божий дал Аврааму, что все, что Бог сделал в жизни Авраама, или в жизни Авраама, должно быть продублировано и в нашей жизни. Это одна из вещей, которой мы должны подчиниться. Мы должны позволить Богу сделать то, что Бог сказал, что Он хотел сделать. Поэтому все, что мы должны сделать, это прежде всего узнать, как Бог благословил Авраама. Потому что многие люди думают, что это относилось сугубо к духовной сфере. «Ну, это духовная вещь». Нет. Когда мы говорим об этом, в большей степени мы говорим о физических или материальных или естественных благословениях, которые мы можем реализовать прямо здесь, на этой земле. Потому что Бог хочет использовать нас, семя Авраама, чтобы наполнить землю. Да. Да, Билл, да, слава Богу. Понимаешь, вот к чему мы идем. Спасибо тебе, Господь. То, что Бог сказал Адаму, было ли это только для его духовной пользы, или же для пользы всей земли? Для всей земли. Так, верно? Да. И это включало в себя пищу, потому что, если бы это было не так, это не прокляло бы его пищу. Да, абсолютно верно. Потому что, когда он потерял это благословение, оно обернулось против него. Во всем. И это прокляло его пищу, это прокляло его землю, прокляло его финансы, это прокляло его семью. Из-за того, что это было благословением для его пищи, благословением для его земли, благословением для его семьи, благословением для его финансов, особенно для его духовной жизни. Но из его духовной жизни выходило все это остальное. Абсолютно верно. Да, я вижу это. Знаешь, у человека, который не может это разглядеть, что-то не в порядке с его зрением, говорю тебе прямо сейчас. Это сильно. Очень часто мы ослеплены учением, которое мы слышали до этого времени. Другими словами, это то, на чем мы остановились в прошлый раз. Что всякое растение в вас или в нас, которое не Отец Небесный насадил, Бог планирует искоренить. Давайте мы покажем вам это место Писания. Да, давай сделаем это, Билл. Давайте откроем это в 15 главе Евангелия от Матфея. Это ключ, потому что очень часто то, что является преградой, это то, что было в нас. И хотя кто-то говорит что-то, мы по-прежнему видим это по-своему. Мы не видим это так, как это видит Бог. Билл, это то самое бревно в глазу? Да. Помните, как Иисус сказал, почему ты говоришь о соринке в глазу другого человека? У тебя бревно в твоем собственном. Ты не можешь видеть. Это все ваше прошлое, все ваши традиции. Это вся ваша религия, все ваши представления, весь страх и все, что формирует ваше мышление о том, что вы слышите и видите. Я верю в это. Потому что ты видишь это разумом. Ты видишь в основном так, как ты думаешь. Ты видишь в основном то, что было запрограммировано внутри. Я могу сказать людям, чтобы они увидели то же самое, что вижу я. И я могу видеть что-то отличное от того, что видят они. Вы видите не только своими глазами. Вы видите вашим мозгом и вашим разумом. Когда Адам согрешил, то написано, что его глаза открылись, и что они узнали, что они наги. Не сказано, что они увидели. Сказано, что они узнали, что были наги. Они узнали. Потому что до того, как Адам согрешил, спектр реальности Адама не ограничивался физическим миром. Он мог видеть духовный мир. Он мог видеть духовный мир. Именно поэтому мы должны иметь откровение, потому что откровение поднимает нас назад к тому уровню, чтобы видеть в духовном мире. Да. Понимаете? Да. Это расширяет наше зрение. Поэтому давайте посмотрим на это. Давайте вернемся к Евангелию от Матфея. Вы со мной, верно? Я впитываю это. Я только что проглотил это. Да. Вот почему нам необходимо иметь откровение. Вы размышляете до тех пор, пока не начинаете видеть откровение. Слово Божие говорит, что грех вошел в мир и грехом смерть. Под средством греха. И на Адаме была слава. И он мог видеть всех ангелов. Да. Он мог видеть Бога. Все. Он мог видеть небеса. Он мог видеть спектр, его зрение составлял 100%, ду, душа и тело. Точно так же, как Бог. Абсолютно верно. Точно так же, как Бог. И внезапно это сократилось практически до нуля. Все, что он мог видеть, было лишь естественным, материальным. Он, так сказать, стал близоруким. Да, в большой степени. И все вокруг него начало изменяться. Конечно. И... Дьявол манипулировал им. И Адам впервые обратил внимание на свое тело. Он мог ощущать температуру воздуха. Он больше не мог видеть ангелов. Он отсоединился от Бога. Отсоединился. Боже мой. И он теперь стал ходячим бедствием. Он был проклят. Он был проклят. И дьявол использовал его. И с того момента он начал использовать человечество. Но вот пришел Иисус. И сделал так, чтобы наши глаза могли снова открыться. Чтобы мы не смотрели на видимое, но на невидимое. Боже мой. Видимое временно. А вещи, которые невидимы, неизменны. Они навсегда. О, Господь Иисус. Давайте посмотрим на то, что сказано здесь. И это... Это 15 глава, верно? 15 глава Евангелия от Матфея. И давайте прочитаем 12 стих. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, сие соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Какое сильное место Писания. Знаешь, Билл, я всегда сосредотачивался на 14 стихе и проскакивал. Это 13 стих. Извините. Оно должно быть искоренено. Да. Оно должно быть искоренено. Оно внутри. И корни этого уходят в нашу систему. И вам нужно найти что-то достаточно сильное, чтобы искоренить эту вещь. И этой силой является Слово Божье. Да. Силой Святого Духа. Да. И Слово Божье может искоренить это. Потому что это ослепляет людей. Из-за этого люди на самом деле не могут видеть. Оно рисует картину, потому что то, что вы видите, определяется тем, через что у вас это преломляется. Конечно. Вот почему те соглядатые вернулись и сказали, «Там великаны в той земле. Города очень высокие и великие. Мы не можем туда попасть». Им было все равно, что сказал Бог. Им было все равно, что сказал Бог. Но когда вы размышляете о Слове Божьем, размышление направлено на изменение нашего верования. Оно направлено на то, чтобы углубиться внутрь и искоренить это старое дерево и насадить что-то, что сказал Бог. Билл, дополни это или поправь меня, если я не прав. Я верю, что это относится ко всему. Я верю, что каждый человек таков из-за того, что он был сотворен таким образом. Вы будете действовать внешне на основании того, что задумали и представили внутри себя. «И то, как вы поступите, то вы и получите». Боже мой! С человеческой точки зрения это верно, разве нет? Это абсолютный факт. Понимаете? Это растение внутри на самом деле является образом. Это то, во что вы верите. И то, что Богу необходимо сделать, Он должен работать с вами. Но если внутри не Божьи слова, то это не верие. О Господь! Откройте 4 главу Евангелия от Марка. О Иисус! 30 стих. «Чему подобим Царство Божье? Или какую притчу изобразим его? Все Царство Божье?» Да. Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, Он приводит здесь все это учение о том, что ваш дух – это почва, в которую сеется семя. Да. Есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные, или так, что бесы могут укрываться, или так, что ангелы могут укрываться. Но дерево будет вырастать из семени, которое внутри. И каждый должен... О, Господь! Я вижу это. Внутри. Это внутри. Это дерево внутри. Если это дерево нищеты, если это дерево болезни, если это дерево одиночества, сомнения, стыда, неверия, чего угодно. Страха. Страх – это большое дерево. Все это остальное – это плоды, которые висят на нем. Это должно быть искоренено. Потому что это будет управлять событиями вашей жизни. Боже мой. Не важно, кто вы такой. Не имеет значения, кто вы такой. Не имеет значения, в какой стране вы живете. У вас может быть целый банк денег, и настолько нищий разум, что вы не знаете, что с ними делать. Это дерево по-прежнему внутри. Только Бог обогащает, не принося при этом печали. Без печали. Любой другой вид богатства несет с собой печаль. Я говорю некоторым. Я понимаю, что Иисус пришел, чтобы вытащить человека из трущоб, но Он также пришел для того, чтобы вытащить трущоба из человека. Да. Понимаете, Он должен был прийти и искоренить дерево. Знаешь, было время в самом начале 20 века, когда на территории резервации в штате Оклахома нашли нефть. Я имею в виду много нефти. Некоторые из живущих там людей стали очень-очень богатыми и не имели ни малейшего понятия о том, что делать с деньгами. И прошло пару поколений, прежде чем они действительно поняли, что с этим делать. И некоторые из них так и не поняли этого. Большинство из них было выбито из этого. Кто-то просто выбил их из этого, потому что они не знали, что с этим делать. То же самое и здесь. Мирская система. Когда Адам упал, и Сатана захватил власть, то он построил систему, которую мы называем Вавилонской системой или систему купли-продажи. Коммерции. Но у Бога не было этой системы в Эдемском саду. Нет, и он также не был в этой системе. Это не то, как он действовал. Поэтому, когда он вновь насаждает в нашей жизни, вновь насаждает другую систему, совершенно другой способ действия, и это часть того освобождения, которое мы получаем в искуплении. Он приносит реальность внутри нас, которая у нас никогда не была раньше. И путь, по которому мы получаем восполнение наших нужд, это путь даяния. Да. Знаешь, что мне пришло на ум? Вавилонская система коммерции требует от меня... Да. Дело не в том, что коммерция, это неправильно. Дело в том, каким образом она осуществляется. Она требует, чтобы я пытался получить то, что есть у тебя, по самой низкой цене, которую я могу установить. И религия говорит так, ну, ко всему прочему, мы должны быть хорошими и правлящими Божьих денег. Это может быть не самым лучшим управлением Божьих денег. Мы с тобой собираемся вместе и ведем бизнес друг с другом. Мы начинаем стараться благословить друг друга. Один проповедник покупал у меня оборудование. И я спросил Господа насчет этого, так как я хотел отдать его ему. Господь сказал, нет, я не хочу, чтобы ты отдавал его ему. Сказал, но Господь, я не хочу, чтобы он платил мне за это. Бог сказал, да, но я делаю здесь что-то. Я сказал, хорошо. Поэтому я назначил самую хорошую цену. Я взял рыночную цену того оборудования и начал уменьшать ее. Господь сказал, нет, ниже не делай. Я сказал, хорошо. Мне это не нравилось. Понимаете, это немного отличается само по себе. Это Божий способ ведения коммерции. Я хотел просто отдать ему все. Но Бог делал здесь что-то. И я назвал цену тому человеку. И он ответил, я не хочу платить столько. Я сказал, ну хорошо, сколько вы хотите заплатить? Он увеличил цену на 15 тысяч долларов. Он не хотел платить столько. Я сказал, такого никогда не случалось со мной раньше. И он сказал, я не хочу платить столько, я хочу заплатить вам на 15 тысяч долларов больше. Я сказал, нет. Да, сказал он, я должен, мне необходимо. Я спросил, почему? Он сказал, это то, сколько Господь сказал мне заплатить за это. Билл, меня аж дрожь бросила. Я сказал, ну хорошо. Но вы понимаете, что произошло? Бог благословил меня. Он благословил его. Это текло между нами. Он ведет тебя обратно в сад. Он ведет тебя назад. Вот что это такое, верно? Вот что это такое. Старое дерево того человека было выкорчевано из него. Мое старое дерево было выкорчевано из меня. И мы прекрасно проводили время, и Бог оплачивал что за бейсером. Он давал тебе образ своего искупления. Слава Богу, да. Это радостно. Ты знаешь, что это... Это радостно. Поэтому, когда вы входите в Божью систему, тогда настоящее умножение в Царстве Божьем не приходит от того, что вы продаете. Оно приходит от того, что вы сеете. Да, верно. И когда вы осознаете это и понимаете принцип сеяния и жатвы, как настоящий Божий ключ к людям в смысле умножения, и сеяние и жатва начинают быть образом вашей жизни, тогда вы увидите себя процветающими, и все будут благословлены вокруг вас, и вы будете благословлены. И я говорю, что только учусь этому сейчас, потому что он вернул нас в Эдемский сад. Когда он вывел Авраама из этой системы, он сказал, «Теперь следуй за мной, и я научу тебя кое-чему. Я собираюсь вернуть тебя назад в Эдем, и я научу тебя, как переживать умножение на этой земле, и ничто не сможет остановить тебя». Но он должен был вывести его оттуда. Он должен был вывести его оттуда. Вывести его оттуда. Увести его от его родни. Да. Всех этих религиозных разговоров и всего такого. Да, конечно. Вывести его оттуда. Но нам действительно нужно ухватиться за это, потому что слишком многие в теле Христовом все еще не понимают принцип сеяния и жатвы. Всякий раз, когда Бог провозглашает что-то в Своем Слове, и вы поступаете по Нему, это доминирует над естественными законами. Да, верно. Это ведет вас мгновенно к тому, Слово Божье имеет чудесное действие. Я взял это из одного из Твоих учений. Слово Божье приводит вас к сверхъестественному проявлению. Оно превосходит естественные законы. И когда вы поступаете согласно Слову Божьему, давайте и дастся вам, никто не может остановить это, потому что это превосходит естественные законы. Да. И если вы даете по вере, вы можете давать и верить, что вам воздастся тогда, когда вы захотите. Если вам нужно это на следующий день, это придет. И я только говорю, что это то, чему я учусь сейчас. Потому что, когда Иисус сказал Петру пойти поймать рыбу, им нужны были деньги на налоги. И они были нужны в тот самый момент. Он сказал ему пойти поймать рыбу. Он пошел, поймал рыбу, принес деньги для оплаты налогов и сразу же и заплатил их. Я сказал, Иисус использовал свою веру, как хирург использует скальпель. Он точно нацеливался на это. Но Иисус сказал, что дела, которые Он делал, и мы также можем делать. Я только говорю, что это идея обескоренения всего этого. Знаешь, я увидел... Ну, никогда не знаю, что Бог может сделать. Я увидел кое-что в этом много лет назад. И я увидел это сейчас снова. Немного под другим углом. Речь шла о деньгах для уплаты налогов. Никто ничего не говорил о рыбе. Здесь речь идет о деньгах для уплаты налогов. Есть множество способов найти деньги на налоги. Можете одолжить их, украсть, напряженно работать ради них все оставшееся время в году, что угодно. Много различных способов, как приложить это к себе. Но Иисус предложил рыбу. Это значит, что у Бога есть план. Это может быть ваш бизнес-план, это может быть план вашей церкви, это может быть семейный план. Но план Иисуса не только обеспечил деньги, он обеспечил и ужин. Потому что Он сказал, возьми у первой попавшейся рыбы. Да, Он сказал. Это значило. Продолжай ловить рыбу, парень. Она клюет. Наполни лодку, а деньги положи в карман. Аминь. Съешь рыбу, продай, что осталось. Заплати налоги теми монетами, которые ты достал изо рта рыбы. Да. Его план охватывает все действия, если вы дослушаете его. И когда я впервые ухватился с этой, Господь сказал, твой разум слишком привязан к деньгам. У тебя узкое видение этой конкретной нужды. Он сказал, откройся. Откройся и позволь мне дать тебе план, который охватит всю ситуацию. Боже мой, это что-то. И то, что я увидел недавно, когда ты говорил об этом, что у Иисуса есть план. И этот план больше, чем я и ты, и все остальные вместе взятые. И именно поэтому мы должны следовать за ним. Да, мы должны вернуть. Потому что это большой план. Это точно так же, как летать на самолете. У вас есть диспетчер. Он видит всех. Он может следить за всем небом на этом экране радара. Вы же не видите ничего, кроме этих маленьких датчиков вот здесь. А диспетчер видит все, он говорит, поднимайтесь, сохраняйте высоту 10 тысяч, и вы поднимаетесь на 10 тысяч. Вы не продолжаете подниматься до 20 тысяч, потому что кто-то там на пути. Об этом я и говорю. Мне это нравится, Билл. Это сильно. Это сильно. Боже мой. Мы все еще говорим о благословении Авраама. Мы все еще говорим об этом. Это то, что сажает вас в жизненно-водительское сидение, вместо заднего сидения, где вы находитесь в руках дьявола, ведущего машину. И наше время подошло к концу. Аминь. Мы вернемся через минуту. Апостол Павел написал Тимофею, слова веры питают. Верно. И когда я сижу здесь, слушая твои слова, они питают мой дух, и он становится сильным. Это так, словно что-то стало хрупким и ломким. Затем вы увлажняете это и работаете над этим, и оно снова становится эластичным и сильным. И именно так происходит, когда такие люди, как ты, Крефла Доллар, Джесси Дюплендис, Джерри Севэйл, Кит Мор, и все остальные великие мужи и жены Божьи приходят в эту студию. Слава Богу. И скажу тебе, это захватывает. Господь, мы благодарим тебя за это. Мы прославляем тебя сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о благословении. Иисус, помоги мне. Слово благословение, вот такое большое. Оно было сокращено до примерно такого размера в нашем разуме. Пусть Бог благословит тебя. И не имели ни малейшего представления о том, что вы сказали. Это язык Завета. Да, верно. Это сложно выразить естественными словами, потому что это так сильно. Благословение Божье, которое началось в Эдемском саду, началось с Богом до сотворения мира. Весь его план состоял в том, чтобы создать эту вселенную. У него не было этой вселенной, пока он не решил сотворить человека и поместить его в ней. Да? Он сотворил всю эту естественную, материальную вселенную. Такое величие повсюду в ней. И это маленькая земля с маленьким пятнышком Эдемского сада на ней, на территории современного Ирака. Прямо там, в том небольшом месте. Он не создавал это место для того, чтобы люди там стреляли, убивали и взрывали друг друга. Этот Эдемский сад должен был распространиться по всей земле и оказывать влияние на всех людей. Это должны были быть небеса на земле. Маленькая копия небес. И когда мы сделаем с этим то, что должно быть сделано, тогда Бог опустит Святой Город сюда и соединит вместе. И Он все еще собирается сделать это. Да. Но планы пришлось изменить, потому что Адам опустил это. И потом Бог пришел к Авраму, верно? Да. Он нашел человека и заключил кровный завет с ним. И он сказал, «Оставь город, оставь свою родню, выйди из этого, оставь этот образ мышления, выйди из всего этого, следуй за мной, я буду говорить с тобой, я буду учить тебя думать по-новому, говорить по-новому, учить тебя новому образу жизни, и ты будешь благословением для всех народов». То же самое благословение, верно? Тоже благословение. Тоже благословение. И затем в третьей главе послания Галатам написано, что когда он говорил это, он на самом деле обращался к Иисусу. «Таким будет семя твое». И затем, «Если же вы Христовы, то вы семя Аврамовы и по обетованию наследники». Это я. Это благословение. Это благословение Адама. Это благословение Аврама. Это благословение Иисуса. Это мое благословение. Аминь. Знаешь, мы действительно должны вложить это в наш дух. Да. Потому что на уровне разума мы говорим это, но есть ли это внутри нас, понимаешь? Потому что когда это внутри нас, тогда это начнет выходить наружу, это начнет проявляться здесь, на этой земле. Знаешь, я читал Джона Джилейка. Брат Лейк жил в начале 20 века. В его жизни происходили чудеса. Однажды он ехал на поезде через Италию. Он американец. Англоязычный человек, который раньше работал в страховом бизнесе. И вот поезд остановился. А снаружи стояли люди. И Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты пошел и свидетельствовал этим людям». Он не сказал, «Иисус, я не могу этого сделать, я не говорю по-итальянски. Что же, я буду...» И так далее. Он не думал о себе таким образом. Он сказал, «Да, Господь». Взял свою Библию, вышел из поезда, подошел туда и начал говорить с теми людьми. Так получилось, что он сверхъестественно заговорил по-итальянски. Он закончил говорить, завоевал их всех для Иисуса, возложил на них руки, Бог крестил их Святым Духом, затем он вернулся в поезд и уехал. Когда Джон Лейк одевался, то перед тем, как выйти из дома, он становился перед зеркалом и говорил, «Джон Лейк, ты видишь этого человека там? Этот человек полон Бога. Этот человек – праведность Божья. Этот человек полон веры. Он полон славы. Он – служитель живого Бога». И он становился там и смотрел на себя в зеркало, и говорил так с собой, и называл себя так. Слава Богу. Что он делал? Он обновлял свой разум. Да. В благословении, которое было в нем и на нем. И то, что было внутри, как семя, росло и росло и росло и росло и росло, и пока, наконец, не вышло наружу. Знаешь что? Мы смотрели документальный фильм о Ронанде Рейгане. И Глория сказала одну очень мудрую вещь мне. Она сказала «Знаешь, почему он был хорошим президентом?» И я спросил «Почему?» Она сказала «Потому что он был хорошим актером». Она сказала «Все, что нужно делать, это играть хорошего президента, и ты будешь хорошим президентом». Я подумал «Эта женщина снова сказала это». Я подумал «Да». Господь сказал это мне однажды об одном человеке. Он был актером. Очень-очень хорошим в своей профессии. Чрезвычайно хорошим актером. Я понимаю. Но он также был интеллектуалом. И оказывал сильное давление на людей вокруг себя, потому что был так умен. И я знал некоторых из его родственников. И Господь сказал мне сказать это одному из них однажды. Он такой умный и такой интеллектуал, потому что он играет. Он не пытался убедить кого-то в том, что он был таким. Потому что он был таким на самом деле. Но он был таким, потому что он поступал так, словно был таким. Понимаете? Да. Что Господь хотел сделать здесь с этой семьей? Не позвольте этому пугать вас, потому что все, что вы должны сделать, это вести себя так. Именно так. Именно так. Вы вкладываете это внутрь себя, и вы начинаете вести себя как праведность Божия. Вы начинаете вести себя так, словно великий исцелитель живет внутри вас. Вы начинаете поступать так, словно слава Божья есть вас. Вы высвобождаете эти вещи. Они становятся самыми большими в вашей жизни. Бог сказал, будьте подражателями, верно? Это игра. Абсолютно верно. Ифисянам 5 глава. Если я хочу подражать кому-то, то я буду вести себя так, как он. Да, сказано имитировать. Имитировать. Использовано греческое слово «имитировать». Имитируйте Бога. Иисус сказал, что человек, который построил свой дом на камне, подобен мудрому человеку. Не сказано, что он был мудрым. Сказано, что он поступил как мудрый человек и получил награду мудрого человека. Другой человек поступил как глупый. Не сказано, что он был глупым, но сказано, что он поступил как глупый, и он сделал то, что делает глупый, и получил награду глупого. Боже мой. Это то, что сделал Петр. Он выскочил из лодки. Поступил как Иисус. И поступил как Иисус. Да. Знаешь, люди злились на меня, говоря, «Ты просто носишься повсюду, как маленький Иисус». Я спросил, «Вы заметили?» А, да. Вы не захотите, чтобы я вел себя как раньше. Я вел себя как дьявол. Аминь. Но это то, что делает Слово Божье. Верно, Билл? Да, верно. Вы читаете его и затем поступаете так. «Благословение Авраама пришло на меня через Христа Иисуса». Я благословлен. Он сделал Авраама, как здесь говорится, весьма богатым. Это нормально. Это нормально. Давайте вести себя так. Да. Бог хочет воспроизвести это в нашей жизни. Но Ему нужно, чтобы мы сотрудничали с Ним. И мы должны принять это и поступать таким образом. Мы должны быть частью того, что Он пытается выразить. Он может работать через нас лишь настолько, насколько мы верим. Мы должны верить. Именно Слово Божье ведет вас к действию. Оно говорит. «Эй, я собираюсь поверить в это. Я выбираю верить в это. Да. Я отдаю себя этому. Я буду делать это. Я могу сделать это. Я могу сделать это. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я могу сделать это. Я могу сделать это. Это первый шаг, верно? Это первый шаг. Теперь, когда мы читаем это... Хорошо, давайте прочитаем и вложим это в нашу жизнь, потому что Бог хочет воспроизвести это в нашей жизни. Почему? Потому что Он хочет использовать нас, чтобы раздавать благо другим. Он хочет использовать нас, чтобы заново наполнить эту землю Его семенем. Он хочет использовать нас, чтобы выводить людей из мест угнетения и других ситуаций, разворачивать их на 180 градусов. И чтобы сделать это, мы должны взять это, прочитать это, увидеть себя теми, кто получает это, и начать вести себя таким образом. Да. Именно это я и настроен делать в своей жизни. Я сказал, подождите минутку, я буду вести себя таким образом. У себя дома я говорил, кто оставил мыло здесь в душе вот так? И мыло, знаешь, как оно размокает и становится таким тонким, что через него можно смотреть. Да. Я сказал, подождите минутку, потому что я не хочу этого. Я не живу в атмосфере такого рода. Я сказал, в этих сферах я буду тренировать свои чувства, я буду тренировать свои чувства для изобилия, потому что именно это он и сделал с Авраамом. Да. И он сделал это с ним. И Авраам... Я ничего не говорю против работы, но первенство пришло к нему не из-за работы. Нет. Это первенство пришло к нему через благоволение Божье. Да, оно пришло. И мы иногда говорим, ну, я не заслуживаю этого. Знаете, я не заработал это. Подождите минутку. Вы не зарабатывали ваше спасение. А если и так, тогда его у вас нет. Вы не спасены. У нас должно быть мышление, что моя работа – это место, куда Бог поместил меня. И не важно, зарабатываю я 4 доллара в час или 400 долларов в час. Дело не в этом. Если я там, куда Бог призвал меня и запланировал, чтобы я там был, тогда он предоставляет пищу, хлеб в пищу, семя для сеющего. Все. И умножает посеянное семя. Потому что моя работа – это мои закрома с семенами. Вот с чего я начинаю. Это новая система. Но теперь мое мышление должно стать больше, чем эта работа. Так, чтобы я всегда искал способ благословить, потому что я – благословение. Благословение Авраама на мне, которое является благословением Иисуса. Третья глава послания Галатам, 13, 14, 15 и 16 стихи. На мне пребывает благословение. Я благословлен, потому что у меня есть эта работа, но я не ограничен этой работой. Я ищу, куда я могу посеять. Я – сеятель семени. Я очень богатый человек. Я часть очень богатой семьи. У меня есть отец. У меня есть Бог. Здорово. Ава, отче. Он мой отец, и он богат. Я – сонаследник небес. Теперь я просто должен быть там, где он хочет, чтобы я был. Я должен слушать, потому что все, что я даю, будет умножаться. Все, что я делаю, будет возрастать. Авраам пошел в Египет. Это не то конкретное место, куда Бог сказал ему идти. Он показал ему землю, а он пошел в Египет. Но Бог снова поднял его. Но он еще недостаточно узнал, чтобы знать, как это работает. Верно. Он узнал это. И он вернулся. Да, он вернулся. Но интересно, как Бог по-прежнему. Это так, словно мы имеем дело с Богом, который понимает нас. О, да. Да. Ну, он сделал не совсем то, что я хотел, чтобы он сделал, но он вернулся. Давай начнем здесь, в 14 главе книги Батия. Давай начнем отсюда. Потому что произошло следующее. «Лот был с ним, но Лот был взят в плен». В 12 стихе написано. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших, и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, а Мариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамова. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана, и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Пошел он, а также 318 рабов, рожденных в доме его. Если они были рождены в его собственном доме, у них должны были быть мать, отец, кто-то. Я говорю, посмотрите на всех людей, которых Авраам собрал. Билл, они были достаточно взрослыми, чтобы быть на военной службе. Это значит, что каждый из них должен был быть старше 16-ти, 18-ти лет. И там были маленькие дети, матери, отцы. Семья Авраама была целым городом. Верно? Да. И теперь Бог собирается благословить нас таким же образом. На Аврааме благословение. Да. И теперь Он выходит и преследует, возвращает их, но Он забирает назад и людей, и имущество. И я вижу это как откровение, что Бог посылает нас собрать и возвратить то, что было потеряно. Я верю в это. Я верю в это. Мы возвращаем людей и имущество. Мы забираем назад всю землю с благословением Авраама. Аллилуйя. И вот Он встретился с двумя людьми. Один из них Мелхиседек. Мелхиседек приходит, приносит хлеб и вино, и Он называет Себя священником Всевышнего Бога. И в девятнадцатом стихе написано, «И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Теперь Он соединяется с этим благословением. Он вот-вот расширит это до полноты. И вот приходит царь Содомский. И говорит, «Дай мне людей и оставь себе имущество». Заметьте, как два царя появляются. Когда вы собираете свой большой урожай, большое умножение, приходят два царя. У вас есть выбор. Вы можете пойти либо путем мира, либо пойти путем Бога. И Авраам выбрал Мелхиседека, который назвал Бога именем, которое звучит как Всевышний Бог, Эль-Элеон. Вы не можете вступить в завет с Богом, не придя туда, где Он сам находится. Он приводит вас туда, где Он находится. И теперь Он приводит Авраама туда, где Он находится. Я имею в виду к полноте того, кем Он является. И Он, и Авраам, теперь этот завет становится сильнее и сильнее в разуме Авраама. Оба эти царя смотрели на Него как права. Верно. Именно так. Они рассматривали Его на том же уровне, что и они сами. Да, конечно. Поэтому теперь Бог, владыка неба и земли, теперь Авраам, владыка неба и земли, и Он продолжает идти. И вот Авраам говорит, «Поднимай руку мою, Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, чтобы никто не говорил и обогатил Авраама, кроме всемогущего Бога». Это говорит мне, что враг будет пытаться сделать людей богатыми, если это ему на пользу, чтобы финансировать свое царство. Он будет пытаться заставить людей заниматься бизнесом и делать определенные вещи, которые не соответствуют воле Божьей, но только для того, чтобы они могли продолжать строить Его царство, эту вавилонскую систему, и поддерживать ее. Поэтому есть выбор, который нам необходимо сделать. Если я спортсмен и подписываю этот огромный контракт, у меня есть выбор. Если я получил много денег в наследство, у меня есть выбор. И враг пытается оказывать достаточное давление на людей, чтобы заставить их сделать выбор в пользу мира. И со временем, если вы сделаете такой выбор, вы начинаете ощущать последствия этого, и это производит не очень хорошие результаты в вашей жизни. Я просто говорю, чтобы мы сосредоточились на Божьих благах, оставались сосредоточенными, и нам нужно делать это Божьим путем. И одним из Божьих путей является Десятина. Если мы будем смотреть дальше, что происходило, то придем к 25 главе книги Батия, если позволите. В 25 главе книги Батия мы видим, что Сара умерла. «И взял Авраам еще жену именем Хетуру, и у него с ней были дети. У него родились дети от Хетуры». В 5 стихе «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную». Здесь говорится, что он отдал все, что у него было, Исааку. Он передал это благословение Исааку. Он дал другим детям некоторое наследство и отослал их. Но Исаак получил благословение. Откройте 26 главу Батия, где это благословение вот-вот проявится. Происходит вот что. Сказано, «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дне Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю Филисимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». В которой говорилось о благословении. Да. Теперь 12 стих. «И сеял Исаак в земле той». Что было особенного в той земле? В той земле был голод. Очень часто Бог... Он хотел уйти, но Бог сказал, «Нет, нет, 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 оставайся там, где находишься». У Авраама не было достаточно знаний об этом благословении года и года тому назад. Он просто миновал землю. Бог не спросил с него за это. Да. Он не знал. Но теперь этот человек знал, потому что был научен своим отцом, и он знал больше об этом благословении, поэтому остался там, где находился. И вот Исаак остался в той земле, и Библия говорит, что Господь благословил его. В 13 стихе «И стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». «Весьма великим» значит, что у него было вдвое больше, чем было у его отца. Это значит, что у него было больше. Это значит, что у него было наследство от его отца, плюс теперь он унаследовал еще больше. Слава Богу. Посмотрите на это. 14 стих «У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Давайте прочитаем 16 стих. «И Авимилех сказал Исааку, «Удались от нас». От нас от кого? Царь филистимский, все правительство той земли, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Боже мой. С каждым поколением благословения становилось больше, больше и больше. Это, наконец, проявилось в жизни Иисуса. И он был намного сильнее, чем были они, верно? С тем же самым благословением. С тем же благословением. С тем же благословением. Он сказал, «Вы будете делать дела больше, чем я сделал, потому что я иду к моему отцу». Наше время подошло к концу, и я этого сдерживаюсь. Вы знаете, кто в Христе Иисусе? О, Господь! Мы вернемся через минуту.